Всем привет! Я продолжаю радостно играться со своей машинкой фирмы Медея, но речь сегодня не о них. Речь пойдет о том, как постирать пуховик, не просто пуховик, а сложный пуховик со вставками из шерстяной фиги, вот такие из карманов. После поездки для убитых куртки два пуховичка, один как подевка. Просто пуховичок, с ним проблем, я думаю, не возникнет. Его можно постирать и сразу посушить. А вот второй, гораздо же меня купить белоснежный пуховичок. Вот с такими вставками из шерсти, которые еще не отстегиваются. То есть такой пуховик в Москве, да и вообще, мне кажется, на такую слабостную погоду. И вот это вот все приходит в такое состояние, ну где-то за неделю, да, в Москве, ну максимум две. Понятно, что ходить в таком не будешь, а отдавать ежемесячно... Вот возле карманов тоже. Отдавать ежемесячно по полторы. Не, не полторы, наверное, две, потому что данное изделие считается сложным, потому что идет и шерсть, и пух. Да, и мне его никто... Ну, то есть в закрытии не видно, что очень сильные. Единственное, что я сниму пояс. Посмотрим, что с этим можно сделать. И не испорчу ли я курт. Все вот эти вот прям совсем-совсем загрязнения. Я пройдусь пятновыводить. Куртка, конечно, красивая. Но чем я думала, когда я ее покупала, вообще просто непонятно. Куртка белого, жемчужного цвета, да еще и оставками из шерсти. То есть я на тот... Когда я ее покупала, я, видимо, вообще не думала о том, как я ее буду стирать. Ну, тут про рукава я вообще молчу. Ну, и еще, как бы, может быть, я бы ей отдавала химчистку, если бы у меня с химчисткой не была связана просто плачевная история. Я в свое время отдала химчистку-дубленку. Причем не в дешевую, там, в первую попавшуюся химчистку, хорошую, все. Сначала мне вернули дубленку вообще без пуговиц. На месте пуговиц были просто выдраны, прям разорваны на месте, где были пуговицы. Потом они где-то неделя-две искали мои пуговицы. Вернули мне их там, что-то пришили, зашили. Ну, естественно, как бы уже дубленка была, мягко говоря, не очень приемлемого вида. Так еще и после того, как я ее попыталась, ну, после того, как они решили пуговицы, я ее пыталась одеть, она начала просто жидко лезть. То есть я снимала, а у меня вся одежда была вот в этих вот волосах от дубленок. То есть дубленок просто пришлось выкинуть. Ничего доказать вообще не получилось. Поэтому, то есть я уже пришла... Я вообще остерегаюсь очень всех этих химчисток, потому что шанс, что вещь просто... Мало того, что ты заплатишь деньги, а тебе еще и вообще убьют вещь, он очень велик. Так, ну все, я вроде бы все обработала. Теперь мы туда отправляем машинку пуховик и сустав, сустав рот. 15% шерсть, 15% альпака, шерсть альпака. В общем-то, если посмотреть вот на эту инструкцию, то нельзя стирать в стиральной машинке, нельзя сушить в стиральной машинке. Стирка вообще вот при 30 только градусах. В общем-то, ничего с ним нельзя делать, и только вон химчистка, и все. И на этом все заканчивается. Что-то у нас... Так, ну вот, 80% пуха, 20% перо. Ремень я отправляю вот в такой вот мешочек, и тоже сюда. То есть наша задача постирать это так, чтобы... В общем-то, что давайте... Я для себя сделала вывод, чем... Либо я сдам это в химчистку, и мне это могут запросто испортить, чем я это испорчу сама и бесплатно. Ну, либо у меня из этого что-нибудь получится, в дальнейшем я буду так делать. Я мью два капачка, наверное. Ну, у нас очень загрязённая. Давайте, наверное, два с половиной. Заполаскиватель. Ой, мимо. Ну, ничего страшного. Включили. Ставим шерсть. И я хотела поставить замачивание. Нет, замачивание на шерсть он не даёт. Даёт большее количество воды. Мы поставим большее количество воды. Всё. Старт. Осталось 6 минут, машинка пошла на джиму. Вот можно посмотреть, как она ведёт себя на джиме. То есть, вот если смотреть, вот там всякие эрунда стоит, да? Ну, вот видно, что она прыгает. Ну, как? Не прыгает, а она шатается. Но при этом ничего не двигается со своих мест и съезжает. Ну, сейчас вот насильно упадёт, вот всё, и начнём. Это, ну, ничто не приклеено, да? То есть, вот эта вазочка в счёт просто лёгкая там стоит, да? Это тоже он, ну, никаких... Но при этом ничего не съезжает, ничего не двигается. То есть, шатание в машинке есть, но оно не критичное. Ну, что, смотрим, что у нас из этого получилось. Ну, а вот эта безаложная вообще. Свернулась в тряпочку. Ну, кстати говоря, что я сделаю? Рисковать вот этой вот я не буду, да? За счёт того, что тут шерсть кашемир. Сушить это, отправлять в сушку мокрый шерсть кашемир, но это смерти подобно. Эту я отправляю подсушиться на просто на обычную сушку. А вот это я прям сразу так вот тут я вот так вообще его сушить не надо, пояс. А это я следом отправлю на стандартную сушку. Я думаю, что тут не нужно горячий воздух, шибко горячий. Я, кстати, не знаю, что вот это вот за воздух, да? Какое-то там... Ну, это называется сухая стирка. При этом какая температура вот этого вот воздуха, это неизвестно. Это зато самое быстрое время. Я думаю, что для этой куртки этого будет достаточно. Попробуем поставить вот на сухую стирку, да? И попробуем посмотреть, что будет с маленьким пуховичком. Нажимаю старт. Два часа. Прошел почти час. Мне было интересно, да? Крышка теплая, то есть все-таки оно не холодным воздухом сушит, а теплым. Насколько теплым, как она там теперь... Но не горячий, однозначно не горячий. Ну, такая тепленькая. В ванне не жарко. При обычной сушке, то есть при обычной сушке, прям такая парилка становится в ванной при закрытой двери. Сейчас дверь была закрыта. Не жарко, не душно. Просто вот, ну, чуть тепло. Я думаю, что там невысокая температура. Ждем еще 59 минут. И смотрим, что же там будет с пуховичком. По-моему, круто. То есть пух вообще нигде не скатавшийся. Он прям вот распределился. Ну, как вот их в салонах, когда отпаривают. Пуховик высох. Шерстяные все, на нем тоже все сухое. Причем раньше Волджи стирала на программе пух. И пух он скатывался. То есть он был неравномерно распределен по этим кармашкам. Куда-нибудь в одно место постоянно перетекал. Здесь нет. Он остался на своих местах. Не сбился такими вот комками. Ну, вот, не отстиралась, но это уже, видимо, совсем плохо. Здесь, конечно, ситуация обстоит намного лучше по сравнению с тем, что было. Но все равно не так пух, не воздушный, не мягкий. Он... Хочется его распушить. Вот. Здесь пух есть. А здесь вот пробел его вообще нет. То есть, по идее, сейчас, если я просушу его, он должен будет разойтись. Это вон, разрешите. Отправляем. Точно так же я сделаю стандартную сушку. Ой. Так, ну, вот это вот. Все. Все. Час пятьдесят. Только что пропеликола. Еще вот. Прямо только-только. Курка теплая, но не горячая. Видно, что она стала пушистой. Что я боялась, что, так как это шерсть и альпака, что вот это может скукожиться. Нет. Видно, что капюшон не деформировался. При этом вот внутри он весь стал пушистенький. Да, то есть пух перестал быть скомканным. Где у нас тут был? Вот. Видно, что вот сюда вот пух ушел. Да, то есть нет вот этой вот пробрешины, которая у нас была. Ура-ура. Куртку можно стирать дома, не сдавая в химчистку.